Всем привет! Приближаюсь к зарослям бамбука, которые тут образовались без меня. Вот это вот яблонька декоративная. Такие у нее мелкие яблочки, а весной она вся вот такого практически цвета в цветах. Очень красивая. Вот тут надо выбирать вот эту траву. Вот роза плетистая вся плеть типа выкидывала. Яблочки прям такие тяжеленькие, от них даже ветки вниз склонятся. Красота! Сейчас буду делать всякие фотосессии. Ну вот смотрите, открылся у меня барбарис мой и теперь видна и мугус сосна. Ах, вот там еще не выдрала. Там у меня еще один можжевельник растет. И вот здесь тоже можжевельник огромнейший. Old Gold. Вот я вспомнила, как он называется. А это роза выкинула плеть. Вон, видите? Вижу покажу наши яблочки. Вот такие они. У нас разные сорта, но вот эти красные очень вкусные и сладкие. Ну вот этот барбарис ред пилар. Он очень красивый, конечно. У него такая яркая, такой яркий акцент. А рядом вигела вариегатная. Она очень красивая весной. Очень. И вот этот вот можжевельник китайский. Он тоже вариегатный. То есть вот с такими вот белыми, такими молочными пятнышками. Очень-очень красивый. Сочетает он в себе два вида хвои. То есть у него есть и вот такие колючие штучки, и вот такие, как утуи мягенькие. Очень красивый, такой живописный. Вот это вот сербская елочка. Она очень красивая. У нее очень такая правильная форма, очень красивая. Очень пахучая, очень красивые у нее листья осенью. Посмотрите, какие прямо все разнообразные такие. Но она какая-то непонятная. То есть вот прямо я даже в раздумьях, что с ней делать. Но очень красивые листва. Вот это скумпия у меня, пурпурно-листная. Но она изначально вот с такими пурпурными листьями, с фиолетовыми. А что-то мало, видимо, было солнца, что зеленовато. Да вот остатки цветения. Здесь у меня туя шаровидная. Вот эти розы. Это Розариум Ютерстон и Лаванда Лесси. Весной я просто их подрезала под Котовского. Из-за того, что у меня тут два с половиной года не было. Это все было спутанное. Вот сейчас образовались вот такие плети, которые я буду подгибать на зиму. Вот эти вот плети. И уже в следующем году я их на опоры, как положено, поставлю. Потому что это такие розы плетистые. И тогда уже вот это будет все цвести, как положено. Это Лаванда Лесси. Осенняя. Ой, какой у нее запах. Просто шикардос. А это Розариум Ютерстон. Ну тоже это вот просто обрезанный куст. Вот так вот он как смог, так подцвел. Летом мне говорят, что цвело даже на обрезанном. По крайней мере вот этот. Ну вот осенью вот так. Конечно, когда роза подготовлена изначально очень хорошо, то все это по-другому смотрится. Но в следующем году будет лучше. Здесь вот у меня можжевельник Blue Chip. Он такой почвопокровный. Тоже вот видите, трава сквозь него проросла. Сейчас буду надевать перчатки и все это выдергивать. Думаю, приведу все в порядок. А здесь у меня можжевельник китайский. Он уже разросся, как не знаю что. И рядышком с ним роза Свейни. Свейни, конечно, очень приятная розочка. Она почвопокровная. Но вот видите, поднимается даже вот как бы так высоковастенько. Но она не самоочищающаяся. То есть вот эти вот засохшие соцветия на ней так и висят. Вот видите, нас не было. Тут вот оно вот так все цвело. А есть самоочищающие розочки. Когда они вот так вот опадают, она всегда опрятная. Но тем не менее, когда она цветет, я смотрю, она в этом году очень хорошо цвела. Это все очень хорошо сочетается. Рядом с можжевельником должно было быть красиво. Ну, можжевельник классный. Чувствует себя великолепно. Здесь, да, рядышком вот он у меня растет. Тис ягодный. Ягодок я на нем не наблюдаю. Там внизу живучка. Вон она синенькая в бургунди-глоу. Вот она. Вот это вот отсветшая спирея Дартс Ред, по-моему. Уже она все, она летнецветущая. И рядом с ней, рядом с ней елочка Глаука-глобоза. Такая подушка. Я вот целенаправленно показываю вам, как вот я приехала. То есть, вот видите, вот тут вот трава, допустим, рядышком. Все это уберется, будет хорошо. И рядом с ней у меня яблоня. Вот это вот флокс, который весной был весь такой розовой подушкой, ярко-розовой. Это рядом с спиреей Литл Принцесс. А вот с пихтой мне не нравится, как выглядит пихта. Это не очень хорошо. Ну, посмотрим. Вообще у меня очень близко посажено растение. Конкуренция очень большая. Поэтому это тоже может играть свою роль. Не очень хорошую. Ну, вот рядышком у меня декоративная яблоня. А здесь под ней роза. Поль Скарлетт Клаймбер. Это корнесобственная роза. То есть, она не привитая на собственных корнях. Это мне бабушка эту розу еще отдала. Тоже в этом году пришлось с ней так же, как и семя, резать. И вот в этом году она просто наращивала плети. Но те, кто занимается, они понимают, о чем я говорю. То есть, цветения ждать не пришлось. Все это будет пригибаться. И на следующий год вот это будет уже красиво. Рядом с ней можжевельник Skyrocket голубой. Вот он распушиться начал. Очень хороший, красивый. Мне он очень нравится. Вот там у меня кампсис буйствует. Но я смотрю по стручкам, что он очень хорошо цвел. Прямо очень даже. Даже соседи говорили, что ему очень нравится, как цветет кампсис. Тоже вот, кстати, крымский. И вроде как бы зимует совершенно спокойно. Там же уже снега нет. Ну и вот она моя сосна крымская. Еще хочу сказать. Я, естественно, резала не твердые свечки. А вот когда она выпустила вот эти свечки молочные. И вот их я подрезала. Это в начале видео. Вернее, в прошлом, по-моему, видео я говорила об этом. Что как я начала вот с этого года сдерживать ее рост. Потому что у меня два с половиной года тут не было. Я приехала и обалдела. То мы ее боялись затоптать. А то у меня выросла уже вот тут такая гигантелла. Так она же еще будет больше. Это же видовое дерево. Видовое, то есть оно будет такого размера, как в лесу. А есть сортовые деревья. То есть, когда вот именно у определенного вида, допустим, у ели колючей, есть определенный... Вот, допустим, глаукоглобоза. Это вид ель колючая. Но сорт вот именно глаукоглобоза. И она уже вырастает в 30 лет 3 метра. А так в 10-15 лет 1,5 метра высотой. Но сейчас она меньше метра высотой. Она подушка растет. Почему глаукоглобоза? Потому что это елка-шар, глобус глобоза, да? И вот она вот такую подушкообразную форму имеет. Вот у нее приростики вот такие. Это сейчас еще, кстати, большие пошли. А раньше вообще были вот такие вот крошечные. А видовые деревья выдают приросты по полметра, ибо даже больше, в год. Вот вам и разница. Точно так же корейская пихта. Она тоже выдает очень маленькие приросты. И там в 15-20 лет у нее 3 метра высота. А обычные пихты, это, естественно, большие деревья. Посмотрите, какие у нее прямо эти резиновые, да, такие иголочки. Но мне очень-очень жаль, что с ней вот это вот происходит. Она все осыпается. Говорили, что было очень жарко. Ну, может быть, вот это все осыпется, и как бы страшного ничего не будет. Не знаю. Может быть, ей не хватило влаги. Не дополивали ее тут без меня. Вон, видите, что творится. Хотя бывает такое, что к середине ели и сосны, в общем-то, осыпаются, ну, вот, чем ближе к стволу. Но она не такая уж пушистая и загущенная, такая взрослая, чтобы вот именно начать вот так осыпаться. Ну, приростики есть, молодые есть. Вот, видите, вот, ну, в общем, лишь бы не заболело ничем. Орешник конкорда. Сейчас он почему-то зеленый, но даже весной он был, знаете, такой бордовый. Очень-очень красивый, очень живописный был. Сейчас вот обычный. Смотрите, у этого, как бы, сорняка, посмотрите, какие ягоды. Вот прямо даже слить их хочется. Хотя я думаю, что это не съедобное. Здесь у меня магония подоболистная. Что-то она разрослась, как не знаю что. Надо будет ее прямо этот куст половинить, потому что из-за нее, я смотрю, начала страдать гортензия. Она очень мелко цвела. Тамарикс. Тамарикс у меня огромный. Но его надо весной, буду ему придавать форму. Здесь, что это у меня здесь? Здесь вот зайчьи ушки. Но я вам хочу сказать, что зайчьи ушки, вы не правы. Вы куда-то не туда полезли. Они у меня, знаете, такая блуждающая натура. То есть они каждый год у меня в разном месте вылазят вот на этом участке. Я, наверное, сейчас их не буду убирать, а по весне как-нибудь с ними разберусь. Потому что вот здесь у меня растет... Так, убираем. Видите? От травы все аж. Здесь растет сосна горная, мугус. И они эту бедную сосну практически накрыли с собой, эти зайчьи ушки. Убирать надо будет. А это яблони декоративные. Вот там цуга канадская, дерен. Слишком близко по этому. Ну ничего, он, в общем, такой природный у меня тут вариант. Ну вот она, розочка. Еще осталась. Какая она пахучая. Это лаванда лесси. Это же мускусный гибрид. Мускусные розы очень-очень сильно пахнут. У нее запах просто обалденный. Вот здесь получается пузыреплодник Red Baron. Калинолистный. Он прям такой черный. Дальше там идет спирея Грефшайм. Она не видна, но осенью. И жасмин. Точнее, чубушник. Вон он желтенький. Ну и вот рядом вот эта роза, которую я нормально приведу в порядок. Это тоже я все... Это, видите, все повыкидывала. Я все это буду подстригать. Это малышка Свейни. Или Свани ее еще называют. Это пион. Я забыла, что это за пион. Но это не обычный пион такой. Или обычный. Не помню. А это у меня стелется. Тоже из Крыма привозила. Если кто знает, вспомнил. Вот это пузыреплодник желтолистный. Забыла, как вот эта штука-то называется. Блин. И вот эти вот ягодки остаются до весны. Вот. И вот эта вот штучка такая вообще такая милая-милая. Просто прелесть. Вот она стелется по земле. Такая устилающая. Вот это вот Дейция. Каждый год она вымахивает, как лошадь. Желтая же такая, по осени ее застаю. А перед отъездом у меня она цветет. Ну, цветет неплохо так, красиво. Белыми такими цветками. Вот. А вот рядом Барбарис Роуз Глоу. Так, вот так это вот. Эти заросли все выглядят. Видите, он такой тут прямо парк практически. Роуз Глоу. Почему так называется? Посмотрите, какие листья интересные. Видите? Это не... Это вот именно его такая особенность. Они как бы испещрены такими розовыми прожилками. Очень красивые. Ягоды висят под дугами. И вот он такой вот ажурненький. Очень-очень красивый. Я вот этот Роуз Глоу обожаю. Просто обожаю. Не знаю. Для меня не обязательно это должно быть, знаете, какие-то цветы. Мне нравятся вот именно декоративные кустарники. То есть вот эта игра цвета, фактуры, формы. Это очень-очень красиво. Вот. Вот так это все выглядит. Здесь вот лапчатка. Ну, я снимаю там, где остались кое-какие ягодки. Ой, кое-какие цветочки. А так она уже, конечно, вот вся цвела. Тут уже показывать. Ну, вот она желтенькая. Вот тут тоже вот так вот цветет. И вот тут кампсис у меня переплетается с жимолостью. У меня есть видео о розах, где я начинаю рассказывать о том, как я с розами с этими возилась. И все такое. Я сижу на фоне вот этой цветущей жимолости. Сейчас минут в плейлисте «Мой сад». Ну, в общем, приезжая, я попадаю всегда вот в такие вот заросли. Но, честно говоря, я не против. Мне нравится побродить среди них. Вот. Вот немножечко жимолости у меня тут осталось. Еще одной. Это другой сорт. Я сижу на фоне красной. Ой, падает, падает. Ну, конечно, тут работы много. Вот смотрите, как роза во все стороны распилась. Ну, ничего, вот так вот каждый год я все это привожу потом в порядок. И все это более-менее существует. То есть, действительно, какого-то ухода особенного требуют розы. Остальное, вот эти кустарники, деревья, они, в общем-то, не требуют такого особого... Ну, то есть, они будут выглядеть все равно нормально. Вот у меня тут клематис еще, видите? И вот тоже клематис растет. Конечно, надо и обрабатывать, и все такое делать. Ну, что поделать, вот и сдержки. Обожаю Red Baron. У него такие прямо черные-причерные листья. У меня еще есть и Диабло. Но он уже не такой темный, он уже там облетает. Но зато по весне Диабло это просто такой черный красавец. А это вот поближе такой ярко-желтый цвет у чубушника осенний. Просто обалдеть. Какой он, я не знаю, передает. Тут просто хочется окунуться, вот прямо, знаете, как в солнце туда. Настолько он красивый цвет, желтый. В принципе, вот эти все растения, они не требуют там каких-то подкормок или еще что-то. Конечно, я по весне там что-то подкармливаю. Но потом в течение лета, кроме роз, естественно, это все может совершенно спокойно существовать. И, видите, с переменным успехом, но все это живет и растет. Ну, я очень люблю побродить у себя. Уже тут можно реально побродить. Это с другой стороны. Вот сейчас подойдем к цуге канадской. Она у меня вот такая в два дерева. Ну, и, конечно, у меня есть вот такой вот девичий виноград. А здесь вот такой вот контраст. Мне нравится очень. Вот. Убрала траву, вот этот кусок. И сразу стал виден мугус. Пожалуйста. Но все равно на него барбарис. Вот тут сильно лег. Барбарисик надо будет немножечко чикнуть. Чикнуть, чтобы он мой мугус не накрывал. Роза, вон там вот, вот этот мускусный гибрид, вот висит один цветок. И запах. Настолько она пахучая. У меня тут много всякой всячины растет. То есть все не покажешь. Там всякие травки, допустим. У меня есть мелиса, вот эта вот пахучая мята. А еще там всякие медуницы. Но они весной хорошо видны. А падуб у меня вот рядышком с розой. Вот он. Вообще внизу-внизу. Потому что его надо укрывать как розу, иначе он засохнет. Ну, замерзнет. Это тот, который я в Ялте показывала с красными ягодками. Рождественское дерево, которое колючее. Он как вообще. Вот эти вот листья заканчиваются. На каждом листе 150 колючек. Это жесть. Вот. Продолжаю бороться с травой. Вот казалось бы, да. Уже столько тут вот этих растений. Уже все корнями внутри там заплетено. Вот этот пырей, он у нас очень такой, как вам сказать, трудновыводимый. Первые годы я приезжала, и вообще всегда свои растения отыскивала в этом пыре. И, конечно, тут пытались бороться с ним. Но так как мне, это никому не нужно. И вот даже сейчас, когда они уже достаточно взрослые, то есть первое растение посажено в 2010 году, наверное, в 2011, то все равно этот пырей вылазит там, где только возможно ему вылезти. И еще, когда я рвала вот там вот, вот эта мелисса, она уже расползлась, видимо, по всему периметру кое-где. И рву вот этот пырей, и чувствую запах мелисы. Такой класс вообще. Вот, немножко порвала травы, и уже становится лучше. Здесь я еще не до конца порвала, просто хочу показать им. Вот это вот все, вот это, это фиалки. И у меня много есть таких полянок возле роз, усыпанных вот этими фиалками. И они распускаются одни из самых первых весной. Вот все такое сине-голубое такие получаются коврики. А вот смотрите, некоторые фиалки даже сейчас вот цветут. Вот я нашла возле розочки. Я стараюсь землю вот этими очитками усаживать, чтобы они как-то перебивали траву. Но все равно, вот эта трава, это у нас прямо бич такой, знаете, вот. Ну, потому что все-таки Курск не слишком такой уж прямо жаркий регион. И осадков у нас достаточно. И вот эти травки, они тут буйным цветом. Смотрите, а вот эту вот фигню я когда-то выкопала возле Мелитополя вдоль трассы и привезла в Курск. И она пахнет, как полынь такая вот. Она седая такая. Сейчас она уже подзасохла, она красивая. Сейчас я не знаю, как с ней бороться. Выдергиваю каждое лето. Она так нарастает дико. Ой, осы. Оса. Прискакала. Так. Ну, это вот осенний цветочек. Ну, так уже никакой. Ну, кстати, бутоны вон еще даже есть. Обалдеть. Ой, там еще вон Ред Фейри в кустах. Сейчас посмотрим. Это просто какая-то красная розочка. Большая, кстати, очень хорошая. Ну, это вот этот вот Лаванда Лесси, который пахучка. Так. Ред Фейри. А это вот Ред Фейри. Спрятался под кустом. Он вообще маленький. Как-то его так все понакрыло сильно. Что ему тут бедним, кому как он надо будет что-то думать. Может быть, по весне и пересажу, а может быть и нет. Может, просто потикаю соседей чуть-чуть, чтобы ему было побольше места. Ну, солнце точнее. Пузыри плодник Диабола вот выглядит сейчас вот так. То есть он не такой уж прямо черный. Он больше с красной. Такой он. У меня тут красавец возле Тамарикса. Вот это вот все было в цветах весной. Потом в красных ягодках. Вот сейчас я Дейцею подстригла, потому что она сильно вымахала. И вот я балдею от нее. Смотрите, какая у нее листва осенью. Выгорает, желтеет, почти что добило. А вот рядом вот это Роузглоун растет. И, кстати, с яблони вот с этой вот декоративной листья попадали такие очень темные. И вот они перемешались на земле. Вот таких вот цветов контрастных. В общем, я обожаю. Я подбирала так вот растения, чтобы они были наиболее красивые. Там есть даже такие характеристики. Вот Барбарис тоже. Он такой красненький. То есть такие краски осени, чтобы у меня были. а там выглядывает голубая ель. Чтобы вот именно они были красивые осенью и весной. Подстригла вот этот вот кустарник. Забыла, как он называется. Он весной цветет белым и пахнет медом. Вот сюда аж вылез он на дорожку. Под ним даже влажность была. Пришлось подкоротить вот эти вот можжевельники, потому что тоже они повылазили. Ну так, почикать их. И вот этого товарища у него такие дуги выкидываются тоже на дорожку. И я их тоже вот так чикнула. Из него траву выдирать конечно проблематично. Ну вот так вот сейчас выглядит мой сад. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Надеюсь, что вам было интересно. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok